Кто меня не знает, зовут меня Олег Милатерин. Я хотел рассказать сегодня о опыте построениях в СМС-Артономной коллективной обсерватории. Именно в моей обсерватории, поскольку она коллективная, то, соответственно, с другими людьми. И второй момент. Мой доклад состоит Мой доклад состоит из двух частей. Первое – это именно коллективная обсерватория, то есть обсерватория, которую создали, поддерживают и используют нескольких человек. И второе – это так получилось, что я живу вместе без сетевого электричества 220. Я живу вместе без газа, без воды, без ничего. Короче, в чистом поле. Это интересный жизненный опыт. Почему я так сделал – это другой вопрос. Но здесь я хотел в рамках этого доклада рассказать именно о привязке к обсерваториям. То есть, что такое именно создание обсерватории в чистом поле, без внешних коммуникаций. с какими сложностями я столкнулся и как решил некоторый свой опыт передать дальше. С чего все начиналось? Это моя первая обсерватория, построенная в Подмосковье 130 км от МКАДа. Я жил в Москве долгое время, потом переехал в другое место. Эта обсерватория управлялась удаленно. То есть, я сидя в Москве, мог открыть крышу, там привод был. Мог включить телескоп, мог снимать, мог припаковать его, закрыть крышу. Мне не обязательно было присутствовать. По аварии я всего лишь два раза за, по-моему, за четыре или за пять лет эксплуатации выезжал туда. То есть, достаточно стабильное решение, которое работало, оно меня радовало. Но тут, опять-таки, получилось так, что я переехал в Краснодарский край, чему, кстати, рад. И, имея в прошлом опыт построения обсерватории и использования, стал логичным вопросом, что нужно делать новую обсерваторию. Потому что мы уже привык, уже удобно. Не буду рассказывать именно о том, насколько разница выезд в поле, или там просто взять телескоп и выставить его на улицу, и стационар, который, ну, плюсов невероятное количество, минусов практически нет, кроме от небольших финансовых вливаний. Вот. Мой телескоп основной. Сначала он был синий, потом стал чёрный. Но апература не изменилась. Это 250 миллиметров Ньютон, на разных монтировках. В общем, немножко менялось всё в процессе жизни. Но суть в том, что всегда в моей обсерватории был мой телескоп, и это как бы было самодостаточно. Это было нормально. И так у многих. Ну, в смысле, вот он телескоп, его надо куда-то деть, соответственно строится под него сооружение, используется, и... Потом я пошёл дальше. Справа не моё. А слева моё. Это Острогер Шмидт Ньютон Антона Крокина. И рядом Эквивенокс 66 Никиты, присутствующего здесь. То есть я на одну монтировку начал навешивать несколько объективов, несколько камер. Но тут фотка, к сожалению, получше не сохранилась. У меня было это на Ньютоне висело, еще и Эквивенокс висел, и Дехо висело. Это просто фотоаппарат с широкими полями. То есть я пытался из одного момента получить максимально... То есть вот небо дают, дают его не так часто. И хотелось больше, больше, еще больше, вперёд. Народ вот развлекается даже подобным образом. Ставим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Ну, это интересная фотка, которая, да, входит на интернете по мысли, объективы, и они там поисковыми задачами занимались. Но суть в том, что на одну монтировку в одной обсерватории можно поставить несколько объективов, и несколько камер, получать свет больше. Вот. С чего возникла идея построить новую обсерваторию на несколько человек? То есть вроде бы идея логичная, когда она уже высказана, когда она уже реализована. Но прийти к ней... помог мне мой знакомый Виталька на фотке, который приезжает, у меня, значит, сарай. Я крышу отодвину, снимаю, через пять минут все уже настроено, полярка, все уже, я уже снимаю, и подхожу к нему и говорю, а что ты возишься? А он там настроит то, настроит это. То есть процесс требует где-то примерно полчаса-час, в зависимости от удачи и опыта. И мы с ним подумали, а почему бы, значит, на голове не построить в обсерваторе. Ну, подумали, подумали, нарисовали и построили. Идея была очень простая. То есть берем мое старое сооружение 3х3 метра, ставим рядом еще одно сооружение 3х3 метра, общая крыша, то есть получается 3х6. Единственное, я здесь выбрал другой материал строительный, это из стеновых блоков сделал. Ну, было интересно попробовать, на самом деле минусов я не нашел, но не об этом речь. Они тепло не накапливают? А, нет тепло не накапливают. Это был самый главный вопрос, который стояло решить, но решить его можно было практически. То есть много кто говорил, что да, все это будет перегреваться, потому что Краснодар там 50 градусов, и первое время, там первый час, два часа после открытия крыши, я не смогу снимать все быстро. Нет, этого нет. И вы не как снаружи не обрабатываете? И я не как снаружи не обрабатываю. То есть у меня в планах ее отступать покрасить светлый цвет, но пока что она вот стоит как есть, как этот блок серый. Она греется, я проверял, вот она строит, естественно, но вопрос как бы качественный и великоличный. В общем, она строит не настолько, чтобы это было видно, если заниматься планетной, я думаю, он бы заметил. но для моих задач это вполне хватает. Вот, вместе с тем, значит, я пытался честно, минут 20, вместо того вопросика, написать, какие минусы есть от того, чтобы несколько астрографов поставить в один, как бы в одно сооружение. и не на шкуре. Только плюсы. То есть вся инфраструктура это управление питанием, общая камера погодная, привод к крыше, один компьютер, который управляет всем этим, погодным и прочим. Все это может быть разделено на два, на три, на четыре астрографы, настолько, насколько там есть. То есть сейчас у меня, например, в этом сооружении, из бетонного бокса, но это перебор, там они уже жмутся, толкают друг друга и им некомфортно. Но, тем не менее, все это, все сервисные функции выполняет один компьютер обсерватор. То есть налицо. Очевидно, экономия не только в деньгах, что тоже важно, но и, как бы, ну, сложностью все это, развертывание системы. То есть дублирование можно сделать, на то уже вопрос напиши. А нужно ли это? Нет. Экономия, значит, по строительству самого сооружения, но пропадает одна стена, поскольку они скреплены вместе, и на крыше. То есть издвижная крыша, наши строители, естественно, такого не знают. И приходится это все объяснять. Они берут за нетипичную задачу нетипичные деньги, и даже делаешь сам, первое сооружение я делал сам, это последующее я уже заказывал. Пытался на пальцах объяснить. Вот все равно издвижная крыша, это элемент достаточно дорогой по сравнению с просто собрать сарай. Она здесь одна, то есть уже экономия идет. Ну, по структуре это, в принципе, повторение того, что... И большой плюс, чем мы сейчас занимаемся, вот, мы встретились, то есть коллектив, когда собран оборудование людей собрано в одном месте, то мы приезжаем, общаемся и решаем какие-то задачи смежные со странами, что мне очень нравится. Потому что в основном по странам, даже практическое большинство, люди умные, интересные и талантливые. Так, ну, здесь, в принципе, кратенько та самая инфраструктура значит коллективного сооружения, она ничем не отличается от сооружения на один телескоп. То есть тот же самый привод, ну, это фотографии с моей первой обсерватории, сейчас немножко по-другому, и в процессе еще роста, то есть... привод крыши слева, шкаф коммутации и ол-скай-камера, погодная камера. Также хотел обратить внимание на один аспект, который не касается установки нескольких телескопов в одно сооружение, но, тем не менее, является как бы разрезом коллективизации коллективного использования ресурсов. Сейчас обсерватория, которая зарегистрирована уже на сайте Малых Планет, в ее деятельности принимают участие несколько человек, которые разбросаны по всей стране. То есть это я, я снимаю, я гайки кручу. В принципе, мне это нравится. 30 метров, да. Она не удаленная уже? Нет. На самом деле, даже там привода крыши я не поставил, потому что просто не нужно. Руки, сталь, да. Но это по другой причине. Значит, как в песне Папа у Васи силён математики. То есть я снимаю, Антон, его доклад следующий. Ищет астероид. Нашел несколько новых астероидов. Он говорит, куда снимать? Я на вашу телескоп. И снимаем. Ну, пройдусь по списку, как здесь написано. Сергей Иванов, мой знакомый хороший. Для меня лунно-планетарная съёмка это что-то новое, и поэтому Аллан в этом собаку съел. Женя Букликов, который гуру, как я считаю, именно по обработке. Явно снимаю, что-нибудь выровнять. Влад у нас силён в русском языке и помогает мне корректировать тексты сайта. И Иван Ионов его все знают. Он выступал сегодня и выступит ещё и много раз. Да, мастер на все руки. И в том числе его телескоп стоит в обсерватории. Это основной калибр. 220 мм. То есть такая... в другую сторону кооперации. Упс, только кооперацию всё. То есть я, в принципе, сейчас где-то кнопочку назад, очень сильно напираю на последний плюс из этого расписка. Мне кажется, что... Ну, после переезда вообще оно было что-то так сложно одному там. А когда приехал один знакомый, там приехал другой, и всё стало. В любом месте веселее вместе. Так. По первой части. Наверное, стоит, если у кого есть вопросы, я готов на них ответить. А то передо мной... Зачем погодная камера? Погодная камера нужна... А, зачем, если есть там, я? Если вы есть. Правильно. Но, во-первых, зимой, а зима в Краснодаре всё-таки бывает, мне лень надевать всё на себя, выходить, смотреть и делать это раз в 15 минут. Будет, не будет, есть, нет, нет, нет. А во-вторых, ну, приятно, когда твой телескоп оборудован какой-то обратной связью. Это вебка, на которой ты его видишь. Ну, не мой, а других людей, которые используют его. Это камера, которая видит погоду. То есть, вот всё это окружение, как будто ты его перенёс туда. Это очень... Эффект присутствия. Нет, для меня это 30 метров. А для других знакомых это там полторы тысячи, две тысячи километров. Это очень важно. Остальные-то смотрят в эту ловскую камеру? Смотрят не только они. Она у меня опубликована на сайте. И смотришь. Я тебе, может, красиво. Может, много. Ну, что тебе в скайпе говорят? Ты к крыше двигать собирайся, так что-то? Тип-то вот. А я говорю, я бухаю. Чё, для меня надо? Да нет, шучу, конечно, нет. Да, в принципе, план именно такой, что этот ещё и... Ну, не то, что дополнительно контру меня, но как бы... Ну, все люди, все человеки. Я, может, там, забыл, может, закрутился. Был, ты мне там звонил, кто-то говорит, ну, чей-то рисков есть. Почему бы и нет? Очень, я думаю, да, полезно. С юридической точки зрения, ну, там как-то купил землю, как вообще-то всё? А, вот на этом самом гектаре, значит, мне принадлежит... Было три, продал полтора, значит, один и три гектара. Это она юридически оформлена на меня. Там стоит дом, который я построил, он оформлен на меня. И... То есть всё там юридически. Это просто дача. Я на даче. Другое дело, да, что мы, главное, переходим ко второй части. Вот на этой самой даче, к сожалению, нету и не будет. В ближайшее время ни электричества, ни газа, ни воды, ничего не будет. Но... Там классный вид, там хорошая природа, там мне понравилось. И там... Там вокруг никого? Нет, вокруг очень много людей. Там, на самом деле, поселение целое из подобного формата. То есть там у каждого примерно полтора гектара. Но мы немного отвлекаемся. Я хотел бы... Чем ты об этом периоде занимаешься? Не ты, а ты. И остальные. Ездят на работу. Воспитывают детей. Сажают картошку. Кто? А что? То есть это просто люди живые. Представьте, ну что делать на даче? Я не знаю, может там виноградники выращивают. Виноградники тоже выращивают. Первое, что сказал мне Вадим из глубины, который только ехал в Краснодарский город. Ты виноград посадил? А я к тому моменту не посадил, но так что да. Вот, и поскольку в этой округе пока что, ну, наверное, когда-нибудь будет электричество, но пока что его нет, то его нужно откуда забрать. Обсерватория, естественно, потребляет какое-то количество... А, вот, кстати, вот эта фотка на фоне этого и есть в моем участке в зиму. Это те снизу, эти солнечные батареи, это дом, слева сверху это обсерватория, ну и другие сооружения, которые постоянно проявляются. Тут я немножечко себя сравнил с БТА, чтобы себе польстить. Но на самом деле, где ставятся обсерватории? Где в основном? На каком-то удаленном месте, где темно, где труднодоступно может быть, где действительно с точки зрения Синга или каких-то других показателей, лучше условия, чем, ну, я это в Москву привел, в Москве-то, понятно, никто не стоит обсерватория. И поэтому во всех этих местах трудности, в том числе с коммуникацией, которые, если... Ну, то есть, суть моей идеи в том, что не нужно... То есть можно не заморачиваться наличием коммуникаций, можно их создать. И мой опыт... Это следующее тоже. Мой опыт, он как бы и доказывает то, что это не только возможно, а это подъемы по деньгам и, в принципе, не так уж и сложно, ну, не так уж и дорого. Да и сложно. Правильно сказали, связь. Обсерватория потребляет два основных... Ну, как бы коммуникации, значит, которые подключены к обсерватории. Это электричество и связь. Всё остальное, естественно, в обсерватории не нужно не отопление. То, что нужно для частного дома, для жилого, то, что мне пришлось всё равно создавать, поскольку я там живу. То есть и тепло, и вода там, и канализация, и даже проезд достаточно лёгкий. То есть для обсерватории, в принципе, ну, G купил, грубо говоря, и проезд не нужен. Нужно только электричество и интернет. Эти два момента мне предстоит решить. В автономной, значит, обсерватории. Электричество. Про связь ещё вернёмся. Как у меня устроено и как, в принципе, в любом объекте, как это сейчас модно называют, на возобновляемых источниках энергии, Краснодарский край, ну и вообще любая обсерватория, наверное, строится в месте, где много погоды, много солнца днём, ночью много звёзд. И в Краснодарском крае действительно очень много солнечных дней, порядка, по моим расчётам, где-то 150-170 где-то в год, что после Москвы достаточно приятно. Поэтому основной мой энергогенератор – это солнечные батареи, блок которых я показывал чуть раньше. Вот оно. Второй источник энергии – это… Поясните, пожалуйста, то, что мы на картинке видим. Это вообще все батареи и на дом, и на… Да, или на обсерваторию столько надо? Это вообще все батареи и на дом. Сейчас, по-моему, было один слайд. Нет, значить не влюблено. Одной такой хватит в панельке. Чёрная вот эта панелька, самая левая, вот она чуть-чуть побольше, на 250 ватт, а она стоит такая же, возле обсерватории, и её хватает. Одна на 250 ватт? Но вопрос, опять-таки, где стоит эта панель? В Краснодарском крае или в Питере? Понятно. Это большой вопрос. Это основной вопрос. Потому что в Москве, в Москве, где я живу, в Москве, эта идея не будет работать, к сожалению. Ну, точнее, она не будет работать именно на солнечные тяги. Хотя зимой всё убьёт? Или даже, например, весной и осенью отработать не будет? Восенью, ну, а где как она? Вот сейчас, где не было? Вчера бы она успеет ещё говорить. А сегодня бы нет. Статистика по Москве. Моя статистика, это порядка 30-40 наблюдательных ночей будет. 30-40, а то что было? 150-70. То есть это большая ставка, которая на солнце. Я её поставил, я её вложил в деньги, а она собирала. Ну, в принципе, это не я придумал. Там просто все были солнечные батареи, но обычно их чуть поменьше. Вторая, значит, второй компонент — это… А, нет, давайте, наверное, с другого конца, с аккумулятора. То есть что такое питание-обсерватория? Питание-обсерватория, значит, осуществляется электроэнергией, которую нужно где-то хранить. Хранится она в аккумуляторе, естественно. Аккумулятор я ещё покажу, какой он большой. В него в аккумулятор поступают источники энергии, то есть солнечные, ветряной, бензогенераторы. Если есть там речка какая-то, но у меня нет, поэтому там генератор. Всё это может в любом порядке поступать в аккумулятор, который как бы служит буферной ёмкостью. Ну, например, солнце есть днём, а снимаем мы ночь. Соответственно, днём накопил — ночь не расходует. Хотя ветер может быть ночью. Поэтому, ну, так вот, комбинация вот этих факторов. А нету неба две недели, а дали вдруг поснимать, когда завёл генератор и пошёл. Конечно, цена киловатт-часа при этом очень сильно растёт, но допустимо всё равно значит. Вот там киловатт-часов у меня для альферватории не сильно много. Для каждого астрографа нужно примерно полкиловатт-часа за ночь. Соответственно, если… ну, вот обычный вот ньютон, компьютерик… Пиковая мощность какая? Пиковая мощность какая? Пиковая мощность, опять-таки, ну смотри какая, у каких астрографов. Но она не превышает обычно там… Все электричества, которые там есть. Все моторы крутятся, все это самое. Я думаю, на астрографах ватт 200 максимум. Все грелки включены. Но опять-таки кто как греет. То есть маки, например, и там шикашки, и нужно там греть посильнее, там уже по 20-30 ватт там. Но всё равно там, ну, 250 — это прям выше крыши. Обычно, соответственно, раз в полкиловатт-часа за 8 часов, то получается средняя мощность, если 500 разделить на 8, то мало. Меньше. То есть киловаттного генератора хватит? Да, киловаттного генератора хватит выше крыши. Но в этой схеме, опять-таки, генератор, светляной генератор, солнечный, там любой генератор… Поэтому, в принципе, можно и 5-киловаттный генератор, это не проблема. А примет аккумулятор? Если зарядное устройство позволит, если аккумулятор позволит. Аккумулятор главный. Аккумуляторы тоже бывают разные. К своему аккумулятору я тоже сейчас вернусь, расскажу. И потом от этого аккумулятора обычным инвертором, то есть устройством, которое вырабатывает здесь и 20 вольт, идет к потребителям, была идея питать напрямую. Аккумулятором идет 4 вольта, не очень удобно получается. То есть нужно 12 переводить, нужно 5 переводить, но ее зарубили по соображению безопасности. В смысле, все получается неразвязанное, и если где-то что-то происходит, то… Но я доверил вся человеку, который в этом лучше разбирается. И он, я сказал, лучше, чем 200 раз. Аккумулятор является чуть ли не единственным расходным элементом в этой схеме. И расходуется он, к сожалению, очень сильно. Он и формирует цены киловатт-часа, ну и плюс, если погоды нет, то это цена бензина. Но если в стандартной схеме, то есть без бензинового генератора, то основной расходник идет именно на аккумуляторы. Они бывают разных типов, их разрабатывают постоянно новые. Тут я включил лишь некоторые из них. Три верхних я пробовал, четвертые я узнал недавно и хочу его. У меня стоит второй. Значит, первый аккумулятор – это обычный из машинки. Вот это стали. Именно так оно и было слева. Вот они, стойки. Это на весь дом. Это 8 аккумуляторов по 190 ампер-часов на процессе монтажа. Потом это все покрасивше стало. Второй тип аккумулятора – тоже свинцовки слотные, только не стартерные, оттягивает. Вот электрокар. Мне достался этот бэушный слухой достаточно дешево, поэтому я его взял из расчета, что он прослужит мне где-то примерно 5 лет. Удивительно, он лежал три года, он типа неиспользованный, но на самом деле они должны не больше полугода лежать. Поэтому он как бы и не новый, но новый. Сухой был. Нет, у него все равно регламент есть, он долго не может лежать. И он это подтвердил, когда я заливал электрорист. Вот этот электрорист. Он, говорит, в суток двое кипел так, что я там вентиляторами все эти, в общем, пока он, как это называют, у них пропитывается. Да, и в это время он нагревается очень сильно, и в это время его нельзя заряжать, но при этом следить за уровнем. И я думал, что я купил, аааа, кошмар, кошмар. Достался он хоть и дешево, но не бесплатно. Он вам послужил? Он пока в работе, и у меня пока нет статистики, но пока у меня к нему вообще претензии нет. Потом я купил второй такой. Сколько времени? Вот этому полтора года. Вот эти слева умерли через два года. Стартный аккумулятор не годятся для этого, что подтверждает эта таблица. Количество циклов у них, это вот графа, вот это вот у нас, значит, 700-кислотный, лишь 300-500. Что это значит? Это значит, что при ежедневном использовании, то есть зарядил, разрядил, 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 можно его лишь максимум 500 раз использовать при разряде до 50, а лучше до 80%, ну, то есть всего лишь на 20%, вот на 50% можно разведить. Тогда он прослужит вот полтора года на номинальной емкости. Потом просто емкость падает резко, до третьей примерно. Вот. И можно их отводить смело. И уже принимают новый год за 4 цены. Соответственно, получается, если разделить его исходную стоимость на время эксплуатации, то она очень высокая. в год получается там до 20 тысяч рублей. То есть все это, это цена за электричество, это цена за киловатт отсюда. Это очень было неправильно, но ладно, тогда всем им типа умнее. Вот. Я купил, значит, второй тип аккумулятора. Я купил его дешевле. То есть если бы я покупал по этой таблице, я бы сразу перешагнул, на следующий уровень купил. То есть сейчас, естественно, нужно покупать самые долгоиграющие. Это литзит цитонатный. Но вот я попробовал, значит, сельцово-кислотный. И пока что с ним проблем нет. Кроме того, что, ну, химия разных аккумуляторов, она, значит, по-разному устроена. И эти аккумуляторы, они на морозе, как и обычные автомобильные, они начинают проседать. И проседать достаточно сильно. Я даже думал, что у меня второй аккумулятор на улице. Сколько у вас зимы? Немного. Но бывает минус 20 держит в неделю две. И даже не минус 20 проблема, а то, что у него по паспорту написано меньше минус 10, его нельзя заряжать. Ну, то есть можно, но, как бы, там, типа ограничение. Он у меня в приемке, тоже сейчас покажу. И там всю зиму температура, у меня там термодатчика, всю зиму температура была плюс 5. Но все равно емкость его явно была ниже. То есть я даже думал, что он погиб. Но современные литиевые аккумуляторы, они все это делают, все это. И если, например, литий железно-фосфатный категорически нельзя заряжать при температуре меньше нуля, то литий донат, ну, это достаточно свежий аккумулятор, ну, как лет 5-6 на этой разработке, можно заряжать до минус 30, эксплуатировать до минус 30, но огромное количество циклов, то есть, ну, до 100 лет он будет работать, ну, только кто-то это проверил. Они вообще уже есть эксплуатации, продажи? Да, их очень много, и эта цена реальная. А вот моя батарейка в Афературе, она живет в приемке. Вот мы ее троем, это я, Иван и Олег, определенный. Мы ее будем, сколько есть? 300 килограмм сухая. Плюс 60 литров электролита. То есть, я сначала закинул, я потом уже. Емкость батарейки 428 Ач, 24-вольтовая. Это от электропогрузчика или, там, какой-то, ну, какая-то техника, может, полотерта, ну, нет, полотер, наверное, поменьше. Вот, мне их две штуки дали стоить достаточно дешево, и одну я использую на дом, вторую для питания обсерватории. Вторая проблема, которая стоит перед удаленным объектом, без внешней инфраструктуры, это все равно хоть как-то обеспечить связи. Такая проблема стоит перед, даже если есть розетка, ну, в смысле, на даче в Кудмосковье все равно нужно как-то обеспечить связи, пусть я ничего нового не придумал. У меня стоит ламикс-антенна, у меня стоит 3G-модем, спутник я не ставил, но здесь на презентацию его привел. Достаточно гуманные цены, единственное трафик там трафик. То есть за 30 тысяч мне будет спутник поставить, и много моих знакомых на даче в Кудмосковье. Потому что альтернатив нет, емкости не хватает. У меня хватает 3G, и все отлично. А сотовые там? Все сотовые, все выведут на полную 3G. Да, даже 4G есть, но у меня оборудования нет, и как-то потребности. То есть у меня основной канал идет ламикс, а с помощью, значит, мини-компьютера обсерватории, которая заодно занимается коммутацией, погодой, и вот в том числе он переключает, проверяет какой интернет доступен. И переключает на использование того, который сейчас пробуешь. Ну и тоже тут я сделал такой слайд, как это, что нужно для обсерватории. Но на самом деле, что для удаленной обсерватории с розеткой, что для обсерватории без нее все равно нужно как-то его охранять. Единственная специфика именно моей обсерватории, что я все должен сжиматься в потреблении электроэнергеток. Я не могу всю ночь красный прожектор поставить, и пусть он светит. То есть у меня прожекторы стоят на датчике движения, сигналы. Но это, в принципе, все по ватам, это все компейки. Как вы на случай посягапец? Сперли у меня канистру, я ее оставил и проехал. Собственная батарея, чтобы ее украсть, нужна машина или что-нибудь. Там были гопники на моцах. А по моцам, где это было? Велик стащит. Ну, это вопрос охраны. То есть он совершенно идентичный. Нет уникального момента именно, что нет электричества. И поэтому нужно как-то по-другому организовывать охрану. А где криминальный обстановок? Тяжелее там или же? Здесь бухают больше. На смысле здесь работы меньше. Ну, Фемит в Подмосковье, Владимирск. У меня родственники Владимирской области. Ух, класс. Там, на самом деле, люди в пределе, у них есть. Ну, относительно. Конечно, везде бывают свои проблемы. На фоне этого слайда, кстати, моя новая обсерватория на шесть телескопов. Она еще в процессе стройки. А там? Вряд, что 30 метров от той и то, что 30 метров от той, мне нравится. А электричество? А электричество? Да, электричество пробит этими штырями и связан на электричество. Потому что был момент без оземления, а у меня инвертор падает в поле. То есть даже молния не ударила, а рядом где-то, ну, фронт шел рядом. И ЭДС он просто на солнечные батареи, на длинную линию донесли. Величное сопротивление не имеет? Нет, на глаз. А что за ветрогенератор? Ветрогенератор мне достался от знакомого бесплатно. Он сказал, он лежит у меня два года в сарае, и пусть он у тебя стоит на ночи. Я сказал, отлично. Но на самом деле ерунда такая. Чтобы он лежал у него в сарае. Сколько ерунда? Он 300 ватт на 12 вольтовый, с учетом, что у меня 24 вольтовая сеть. Ему нужно ставить повышающий, понижающий, чтобы он давал свои тресты. А сколько он процентов времени работает? Зимой ветра очень хорошие, я сижу на холме. И на самом деле идея ветрогенератора никакой бы не появится. Миллион триллионов, я сразу куплю там 10-киловаттный. А этот, эта игрушка, эта трехсотваттная. Нет, для обсерватории в принципе цифра нормальная. И может... То есть не нарушение за счетов? Нет, однозначно. Тем более в этом регионе совершенно однозначно, что ветрогенераторы, они там на киловатт, на 2, он делает, все делается не на билет. Они действительно работают. То есть солнца может быть мало, но поскольку здесь сезон зимний, а зимой ветра бывает, на мачту поднял его. Ну тут надо изучать уже специфику места. То есть какие была такая розыгрыша. Что за новая обсерватория? У вас компания расширяется? Или новые технические задачи? Или чем тут они устраивали? Телескопов стоило много. Они стали друг друга задевать. Был момент, в один телескоп у него в ленте такая-то на пенке, а он врезался в другой телескоп. Пенка слить северо. Поэтому нужно расширяться. Пришлось галоши одевать одну и псевоторию построим. Так следует. Вот, собственно, все. Сколько еще будет ставить? Здесь шесть будет. Уже все места за написание. Да, это мой новый проект, который, на самом деле, пока я не хочу сильно не то что афишировать. Он известен, я о нем писал. Но это астрохостинг. Такой бюджетный. Т.е. Да, там четыре места, даже пять уже. Ну, вкуплено. Одно с вакологическим. Т.е. три что у тебя хватит? Возвращаемся к складеру. Да. И включаем минераты. Цена киловатт часа поднимается до семнадцати рублей. Вы оплачиваете. Нет, на самом деле это, опять-таки вспоминаем, сколько ест один астрограф. Он ест полкилаватт часа в ночь. Ночей у нас, то есть это получается десять рублей за ночь, грубо говоря, один астрограф. Значит, у нас сто пятьдесят, полтора тысяч в год. Нормально. Так они все одновременно работают? Контроль? Да, конечно. Т.е. погода дается, сразу крышу открыл. Погнали, снимайте. Кто не спит, кто сделает. Но, опять-таки, в этом докладе я хотел основную мысль донести в том, что если есть два человека, которые сидят и думают в такой примерно позе, строит ли мне астропавильон или нет, вот один думает, и второй тоже задумался, то они могут скооперироваться и во многом сэкономить. Т.е. все это решение становится еще доступнее. В этом случае мы его докладем. А МОФМОФ, то есть, конечно, инвертор производитель стоит? Микроарт. Проклял все. Микроарт. Московский производитель, который, к сожалению, по моим нормам качества не выдержит. Т.е. инвертор работает, но был в ремонте два раза, в гарантийном, причем два раза подряд мне прислали починенную, не работает. Сейчас их же солнечный контроллер в ремонте, вот второй раз. А мощность какая у инвертора? Значит, этот инвертор мой, но он обеспечит весь дом, поэтому у него мощность выше, чем нужна для обсерватории. В обсерватории, кстати, отдельный инвертор китайский. Инвертор дома – это 5-киловаттный, 5 в пике, 3,5 рабочие. Инвертор обсерватории – это 2-киловаттный, кривосинусный, за 100 баксов, который отлично справляется со своими обязанностями. А они держат 220? 220 прям ровно. В розетке такого в обычном доме нету, я вот сколько мерил. 220, 0, сколько тестов у меня хватает. А КПД не пытались померить? КПД заявлено порядка 96%. А питайство? Я думаю, меньше. Опять-таки, смотри, какая нагрузка. Он где-то не стоит тут? Ну, а с вентилятором? Да. Я думаю, поменьше. Но, опять-таки, мощности не такие большие, плюс некоторые нагрузки я питаю напрямую, через 10-10. Ну, там сетевую инфраструктуру, опять-таки, компьютер-обсерваторию, разбереки. Ну, просто, чтобы инвертор не гонять постоянно. Все питается напрямую. Ну, как бы, у меня нет, на самом деле, оснований не доверять замерам КПД, а именно серьезных инверторов. То есть, ну, пусть он 96-90%, то есть, ну, практически полностью. Ну, 90-х он когда на полную работает? У него есть ток удержания, то есть, ну, как бы, он сам ест сколько ждать. Мой инвертор ест 400 миллиампер по 24 вольта, то есть, где-то сколько? В холостую, да? В холостую, да? Да, в холостую, вот ничего не подключено, он 10 вольт. Ну, около пола ампера, 12 вольт. Ну, да, ну, там по-разному, чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. А вот на все эти, там, охранные дела там сколько уходит? К сожалению, да, в такой специфике приходится выбирать устройство именно, ну, чуть не давато вот все подсчитывать. И больше всего ест не фен, который там 800, там, или киловатт, там, который включается на минуту, вот, а больше всего ест именно маленькие потребители, маленькие, вот на 5, вот на 10, вот, которые постоянно включат. То есть, именно вот в мощности, ну, в смысле киловатт часа, вот. А вот не думали вариант все-таки на 12 вольт сделать, и тогда упрости вам больше? Думал, но, опять-таки, по совету друзей, что через инвертор, вот. Аккумулятор, я гляжу, у вас этот самый, снаружи из пластика? Да, можно разрез пополам, я так и думаю. То есть, это перемычки не снимается на каких-то напряжений, там уже провода будут острые, потерь большие. Двое, вдвое толще провода, да, да. Вдвое толще провода. Да, да. А так, на самом деле... Хотелось бы пройти 220 все-таки от рвану лучше слышать, если ты... Зачем-таки инвертор 220, так проще было? А потом обратно? Да, получается двойное преобразование, то есть наверх и низ, но при этом организуется развязка, то есть, ну, сгорел один блок питания, ну, и течется. Ну, в смысле, есть проблема именно локальная, то есть, нет проблемы всей обсерватории. Если я что-нибудь там с 24 вольт, не дай бог, напутаю, и все это пойдет на все астрографы, да, и у меня все достает. Так у каждого, вот они 220, ну, конечно, остается проблема, что вместо 220 будет там 330, 440 и так далее, но это есть в любой розетке. Антон рассказывал, у него много летел, все покоряще. Может быть, да, более оптимально посчитать, ну, как бы все построить на DCBC преобразовательных, вот, и с компетацией аккумулятором, но все так надежно закрепить. У меня же спокойно. Выключать. Выключать. Это же коллективное, получается, за оборудование всех ответственность один человек несет. Ну, да, как-то хочется, как Кевин Спейсик говорил, удачи мне работать с наименьшей ответственностью. Красота по-американской. Вопросы? Ну и отлично. Вы проднули задачи. Спасибо. 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 Спасибо.